Надолго останется в памяти жители Тимирлановки весенний затоп. В одночасье вода, прибывающая из переполненных каналов и арыков, заполнила дворы и дома. Люди не смогли противостоять стихии. Успевшие вынести домашний скарп размещались у родственников. Поддержать уже на казахстанцев приезжал даже вице-премьер-министр Серик Ахметов. Да, мы не были готовы, чтобы выйти на улицу. Не было даже резиновых сапог. Что скрывать после распада Советского Союза? Все каналы и арыки остались бесхозными. Никто не проводил инвентаризацию того, в каком состоянии они находились. С природой шутки плохи. Она показала свои капризы. Теперь, чтобы не было беды, мы просим, чтобы здесь поблизости от дороги Западная Европа-Западный Китай построили небольшое водохранилище. Во время встречи с пострадавшими Серик Ахметов пообещал, что правительство окажет финансовую помощь. Но ждать ее пришлось почти полгода. Из республиканского бюджета для ликвидации последствий разрушительного наводнения выделено 713 миллионов тенге. Для возмещения имущественного ущерба выделено 8 миллионов. По данным специальной комиссии, в Ордобасинском районе разрушено 467 домов. Сейчас деньги поступили к нам на счет и каждую компенсацию получат до конца недели в отделении Казпочты. Также на счет пострадавших от паводков будут перечислены деньги из фонда, открытого гражданским альянсом ЮКО и областным профсоюзным советом. В Тимирлановке продолжаются работы по очистке орыков и каналов. Поступившие деньги с республиканского бюджета 388 миллионов 648 тысяч пойдут на бетонирование русла и берегов каналов и орыков. Все запланированные работы должны быть завершены и тогда есть надежда, что в будущем от стихии люди не пострадают.